Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, присутствующих в том числе на границе со странами Центральной Азии. Об этом сообщил в РИА Новости на прошлой неделе командующий войсками округа Александр Лапин. В настоящее время осуществляется пролив всей технической территории склада. По мнению Лапина, Центральное азиатское направление для России одно из наиболее важных, о чем неоднократно говорили и в Генштабе, и в Совете Безопасности Российской Федерации. Основными задачами подготовки войск в следующем году определены увеличение интенсивности оперативной подготовки на 13%, а боевой на 26%, доложил Лапин на селекторном совещании в Минобороны РФ. Причиной всему этому является, по заявлениям российских властей, то, что якобы на Афганно-Таджикской границе уже который год скапливаются так называемые боевики ИГИЛ, которые якобы планируют вторгнуться в регион. По мнению экспертов, информация о скапливании неких боевиков на афганской территории на границе с Таджикистаном как минимум преувеличена. Так, например, в материале, опубликованном на CIA Network.org от 22 января 2016 года под названием «Растущая угроза из Афганистана сильно преувеличена», автором которого является главный редактор Registan.net и научный сотрудник программы изучения Центральной Азии Университета Джорджа Вашингтона Ноа Такер. Эксперт говорит, если вкратце, то я думаю, что растущая угроза из Афганистана, по крайней мере для Центральной Азии, сильно преувеличена и использована комментаторами российских спецслужб, а также региональными правительствами и их говорящими головами, так как это соответствует политическому нарративу, который каждая из этих групп считает для себя полезным. Точно так же последние 15 лет людям твердили об угрозе, исходящей от ИДУ, Исламского движения Узбекистана, или СИД, Союза Исламского Джихада, и шире от любого другого исламского движения, которое не контролируется государством. Одна и та же история, меняется только аббревиатура. Уже сосредоточено свыше 2000 боевиков для подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии, через Таджикистан и Туркменистан, приоритетными целями игиловцев. Напомним, что в своем заявлении 18 декабря 2019 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, прокомментировав обстановку в Афганистане, в очередной раз попытался напугать своих коллег из Центральной Азии угрозой вторжения боевиков. ...и дипломатических представительств, а также иностранные граждане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова